Продолжение следует... В комментариях, что я разговариваю, когда работаю, или работаю, когда разговариваю. Женщина какая-то пишет, неужели нельзя сесть и просто поговорить? К сожалению, не всегда можно сесть и поговорить. Как говорят крестьянина, час кормит летом, поэтому дела хозяйственные летом увеличиваются. Зимой я много сидел, много разговаривал, но летом только иногда, когда есть возможность. А вам хочется, чтобы я поговорил? Я-то, нет, наверное, тоже не могу молчать, поскольку апостольское призвание внутри кипит. Но вы задаете вопросы, и у вас есть время послушать мои ответы. Поэтому тому, кому не нравится, как я говорю и работаю, ну просто увидели ролик, что я тут работаю, и не смотрите его. Выберите только те ролики, где я сижу и разговариваю. А сегодня у меня дело большое. Вот смотрите, у меня насос, здесь у меня прудик, не знаю, как вы его увидите. Вот так увидите или нет, с которого мы берем воду. И мне сейчас нужно сделать, чтобы этот насос качал эту воду и подавал нам на огород, подавал на картошку, которую иногда нужно поливать. Поэтому я буду работать, а уж вы извините, кто смотрите, кто не смотрите. Тема сегодняшнего разговора – герметизация души, герметизация или изоляция души, так можно эту тему назвать. И она, на мой взгляд, сейчас очень серьезная, поскольку душа на самом деле требует открытости. И душа хочет, чтобы у нее эта открытость имела отношения с людьми. А мы в последнее время постоянно видим духовную закрытость. И люди с закрытой душой, честно говоря, страдают. Я бы так сказал, даже в какой-то степени киснут от этой закрытости. Больше того, вот печаль и уныние, распространяющиеся сейчас, говорят, в катастрофическом масштабе, что столько стало печальных и унылых. Мне кажется, это один из главных таких результатов или процессов герметизации души. То есть, вот действительно закрытости души. Так ли я делаю? Откуда происходит эта закрытость? И первая причина закрытости – это страх. Если мы начинаем чего-то бояться, то мы прячемся от того, что боимся. Это уже, как говорится, ксиома. Нет, есть там понимание, что вот разный человек разного свойства характера ведут себя по-разному. В трудностях или в страхе. Одни убегают от страха, другие нападают на то, что является для них страхом. А третий прячется. Так вот, на мой взгляд, сейчас распространяется именно такой третий, значит, тип людей, которые, может быть, когда-то и понападали, когда-то и позащищались, когда-то и поубегали, но увидели, что всё это даётся непросто. Больше того, и убегать, и нападать требуются силы. Такие же силы, что убегать, что нападать. Иногда одинаковые силы. И от этого теряется человек, когда у него энергии на все эти нападения и убегания заканчиваются. А что делать? И он начинает прятаться. Прятаться. Поэтому такое свойство распространяется, что я прячусь от проблем, и душа замыкается. А загерметизированная душа, то есть вот так душа, спрятавшаяся, так мы будем говорить, она теряет свои отношения не только с Господом там, как мы хотим, но и вообще с духовным миром. А от того, что она теряет, она теряет и силы. То есть как может работать лампочка, отключённая от электричества? А весь мир, в котором мы живём, это духовная сила, приданная человеку для его существования. И когда человек от неё отдаляется, либо он отдаляется для того, чтобы этой силой овладеть ещё в большей степени, мы же с вами знаем, как уходит в затвор святые отцы. Мы с вами понимаем, что их затвор – это такая искусственная причина удаления от мира, в котором они что на самом деле делают? Они на самом деле совершенствуют себя для отношения с этим миром. Они как раз уходят от тех причин, которые заставляют герметизироваться душе, которые заставляют прятаться от страха. Что в пещере им страшно? С голоду умрёт? Или ещё что-то? Или животное их съедят? Нет, как ни странно, в пещере им наиболее комфортно, как мы с вами побывали в пещере Симона Канонита в Абхазии. Помните, я вам показывал? Сейчас там ведёт лесенка, там есть тропа, там есть ступеньки, там есть вход, который ведёт в эту пещеру. Но когда был сам Зилут, этого входа не было. Была дырка, и в эту дырку он мог попасть только, если нагнёт деревья, создат из них такой, согнёт, то есть и попадёт. И в этой пещере всё, что у него оставалось, это освоиться в духе, молиться. Там действительно и спокойно, и безопасно, и люди просто так не придут. Люди-то как раз его убили, когда он вышел из этой пещеры. Люди обвинили его непонятно в чём, и уничтожили. А потом, или как, а теперь каются в том, что что же мы сделали. И ругаются одни на других, что это сделали. Они, дикари, а это сделали не мы. По крайней мере, абхазы говорят, нет, мы не убивали Зилута. Это кто-то другой его убил. Вот так. То есть уединение таких людей, оно не говорит о том, что они герметизируются. Оно говорит о том, что они уходят для развития отношений с миром. И в этом развитии они совершенствуют свои чувства. Духовные чувства. И они потихонечку начинают чувствовать этот мир больше, чем до того, как ушли в затвор. Обостряется у них чувствование от этого одиночества. Мы-то сейчас как уходим в это одиночество? А? Мы включаем телевизор. Мы, значит, включаем Ютуб, видео. И в этом Ютубе, в этом телевизоре ищем удовлетворение своих потребностей в общении. И нам иногда кажется, что действительно удовлетворение есть. То посмотрел, другое посмотрел. А на самом деле это все искусственное удовлетворение. Оно не приносит той самой духовности и того самого духовного насыщения, которое на самом деле ищет душа. Поскольку в телевизоре нереальность. В телевизоре картинка, дорогие мои. Картинка. И эта картинка, иногда записанная за много-много времени, до того, как показывается, эта картинка иногда совершенно не соответствует реальности. А выдуманная картинка она не может принести душе какого-то особого удовлетворения. Она чаще всего удовлетворяет только любопытство. Любопытство. А духовного удовлетворения в общем-то нет. Поэтому мы смотрим-смотрим. В том числе вы смотрите этот канал, где я что-то говорю. А все равно не хватает. Вот хочется чего-то еще. Хочется, чтобы что-то еще такое в душу вошло и стало в душе хорошо. Стало в душе все правильно. Стало в душе наконец-то все духовное, как мы мечтаем. Чтобы душа получила духовное. И это духовное нас с вами удовлетворяло. А этого нет. Почему? Герметизация. Мы с вами уходим из мира и не научаемся в этом мире общаться с остальными. А пытаемся от них прятаться. Что, в общем-то, святые отцы не делали. Из затвора, мы помним, выходили тот же батюшка Серафим и очень много начинали принимать людей. Почему? Они возросли духовно. Они созрели духовно в этом уединении. Поэтому не надо путать их затвор со своим затвором у телевизора и не надо надеяться, что вы в этом затворе получите пищу духовную. Следующий затвор суета. Как ни странно, очень многие думают, что они от многого общения и от многого знания и от многих каких-то контактов насыщаются духовно, а на самом деле они не успевают и не могут получить этих духовных качеств или духовных сил, поскольку они находятся в суете. Кто там не требует спешки? О! Есть какое-то такое выражение не требует спешки. Матушка, не помнишь, кто не требует спешки? не слышит меня. Закуталась вся от комаров. Так вот, в суете на самом деле человек замыкается в суете на самом деле человек замыкается сам в себе. То есть вот в голове постоянное думание, в голове постоянное напряжение, в голове постоянный страх, от того, что ты что-то не успеваешь и что-то у тебя не доделано. И это все заставляет жить все время в голове, жить все время в своем сознании, в своем разуме. Что в конечном итоге является таким искусственным затвором и такой искусственной герметизации души? почему считается, что вот если в первом случае я вам рассказывал такое уединение уводит в печаль и уныние, это смертельное, это смертельное, то и суета является смертельным грехом. Кажется, много всего делаешь, кажется, делаешь все нужное и правильное, а в результате ничего не сделал. Вот в чем беда-то. в результате ты оказываешься ни духовно ненасыщенный, ни материально ненасыщенный, чем богаче, тем денег не хватает больше тем, кто богатый, ни морально ненасыщенный. Так, у меня тут нужно бросить в прудик, сейчас я вам покажу, как в прудик я брошаю свое водокачку. Водокачка это у меня по существу. Вот она. Вот так я его прячу в такую бочку и сеточку, чтобы он не качал ту тину, которую мы с вами видим. Теперь мне надо это подальше забросить, чтобы оно так. Вот так. Вот так. Ну и господи, благослови, кидаю. И так. Все, бочка утонула. Сейчас посмотрим, работает ли мой агрегат. Надо сходить за электричеством. Есть еще один вид герметизации, насколько я для себя это понимаю, который мы в общем-то не очень осознаем. Потому что настолько уже далеко ушли в этом процессе, как говорится, что то, что я сейчас вам скажу, оно вам покажется очень странным. Но я вас точно не призываю к тому, что расскажу, потому что вы скажете, ну что, что он, да что такое. Ладно, в общем, в общем, глядите, рассказываю. Адам и Ева были голыми. Послушайте стихотворение Ирины Самариной. Ты шей одежду для души, ведь ей неловко, ее знакомые давно форсят в обновках, на ком-то шаль из равнодушия с камнями, на ком-то злоба и двуличие с шипами, а кто-то платье сшил вечернее из лести. Кому-то нравится носить наряд из мести, а ты одета в простоту и состраданье. Они не в моде и остались без внимания. ты в детстве платье из доверия любила, твоя душа его с годами износила, оно теперь трещит по швам и стало тесно, но зло и зависть для души неинтересны. Зачем пытаться не свою носить одежду? Взамен сомнением примерь к душе надежду. Наряд исплетен, как костюм для маскарада. Фальшивых маска на душе совсем не надо. Пусть лучше совесть, чем пустые обещания, пусть лучше платье из любви и понимания, чем мини юбка, что из выгоды пошита. А лучше душу оставляй совсем открытой. Души наряд ты не спеши менять по моде. Чужой совет по стилю вряд ли ей подходит. Наряды душу без сомнений украшают, но без души одежда роли не играет. Вот уж так уж извините меня. Их Господь создал, одежды на них не было, это мы все точно знаем, и без одежды они жили нормально в этом мире. Они существовали и существовали грубо говоря неплохо. Причем существовали тысячи лет люди без одежды, поскольку мы знаем, что есть мнение, что человек существует уже как разумное существо чуть ли не 200 тысяч лет, но мы видим с вами, например, Сунгирь, вот тут недалеко у нас, который ставит 40 тысяч лет, там уже и одежда, и украшения, и все остальное. Поэтому, конечно, большую часть своего существования человек ходил раздетый и жил в теплых местах. так вот, когда нам показывают Адама и Еву в этом состоянии, так, пошло, Люба, пошла там вода, да? Все, отлично, работает, теперь будем Да, ну все, вода пошла, теперь буду протягивать дальше этот водопровод. Так вот, смотрите, когда человек согрешил, Адам и Ева, то первое, что они увидели, что они без одежды, им показалось это странным. Вот, на матушку полилась там вода. И они одели первые одежды. И пошло, и пошло. И самое интересное, на мой взгляд, что вот одежда, она герметизирует тело от отношений с природой. Почему? и популярна или предпочтительно одежда, которая из естественных материалов. Она не гасит, на мой взгляд, вот эти, я уж не знаю, как электрические или какие сигналы, которые идут из пространства для всех клеток организма. Ну, для всех клеток тела. они же и солнце ощущают, и ветер ощущают. Ну, и, мне кажется, ощущают вот те все самые явления, которые я вам все время рассказываю, есть, например, в растениях, что они общаются. Вот каким-то, на квантовом каком-то уровне растения общаются между собой. Без времени, без пространства. если я вам рассказывал об этом опыте, какие-то растения, обиженные в одной лаборатории, реагируют на человека, который их обидел, и их развести по всей стране, в том числе, там, их в космос отправляли, то они одновременно реагируют, если этот человек заходит в то место, где стоит одно из этих растений. Это вот МГО лаборатории такие проводило. испытания. Так вот, мы тоже на клеточном уровне, на мой взгляд, чувствуем всё это. Мы всё это называем духом, который нас удовлетворяет и удовлетворяет нашу душу. Потому что на клеточном уровне наши клетки мало отличаются от клеток растительных. Больше того, в нас самих есть те же самые клетки, которые в вегетативной системе, которые тоже являются такими же растительными, как и все растения. Поэтому эти ощущения должны быть полноценны у человека, вот так, с миром эта взаимосвязь. А одежда начинает её разрушать. Одежда, например, как одели искусственные всякие ткани, так сразу люди немножечко стали, по-моему, другими. по крайней мере, когда я видел в самом начале появление таких искусственных водолазок, искусственных курток, вот таких синтетических, люди, одевающие их, становились более гордыми и более такими какими-то, ну, другими немножечко становились, как ни странно, да? То есть вот эта одежда, одеваемая и отсекаемая от общего пространства, отсекающая от общего пространства, она влияет на человека. Отсечение это может быть, например, тоже металлами. Как получается, что во всех религиях, ну, по крайней мере, вот в православии, очень много золота применяют на одеждах. А вот это, пожалуйста, герметизация. Оделся священник, патриарх, и он уже сам в себе. Он уже отделен от всех духом. Он уже имеет сетку герметическую для проникновения этих сигналов. Как для того, чтобы защититься от радиосигнала, сетки такие, а некоторые слишком умные, фольгу, например, на себя одевают, чтобы защититься, загерметизировать себя. Мы с вами можем просто понаблюдать, что вот воины были жестокие. Но когда они стали наиболее жестокими? Когда появились рыцари? Эти одели железные латы, и все, они от всех уже отключены, отсоединены, и все для них уже никто. Они не чувствуют с ними духовной связи никакой. Загерметизирована душа. И все, пожалуйста. мы с вами можем другие примеры, другой уже более развитой цивилизации так называемой, или войны привести, когда люди, сидящие в бункере, абсолютно бессовестно бомбят людей, которые не сидят в этих бункерах, а не отделены от них. Или люди, сидящие в танке, имеют абсолютно другое мнение о тех, кто без танка. Да даже то, что вот одели просто защитные костюмы, так называемые, в которых тоже металлические пластины, и так далее, как правило, грудь защищающая, душу закрывающая, голову закрывающая, и всё, и человек уже по-другому смотрит на окружающих, поскольку он от них отделён, он загерметизирован душой своей от этих людей. И это наносит, на мой взгляд, достаточно серьёзный ущерб как душе человека загерметизированного, самозагерметизированного, так и окружающим, потому что если он не общность с ними, если он не чувствует их боли от того, что он делает, находясь в своём герметичном состоянии, то он всегда вред приносит окружающим. Вот так. Так что, дорогие мои, открытость души, она обязательно как проявление доброты. Я вам разговариваю всё время с вами о том, что надо в себе воспитывать доброту, надо искать в себе доброту. вы все добрые по нутру своему, по своему происхождению, мы все от Бога, Бог добр, Бог милосерден, Бог любит всех бесконечно, так и мы, так и мы. Но вот эта герметизация души, её уединение от всех остальных, отрыв от всех остальных, она в конечном итоге приходит к тому, что все остальные и не нужны. они плохие, они нехорошие, они негодяи, в общем, начинают потом ум придумывать, почему они не такие, как я, почему я отделён от них. Так что бойтесь герметизации души, бойтесь, не меняйте её на трудности, которые в жизни есть, поскольку трудности как раз и воспитывают нашу душу для Царства Небесного. Поэтому больше общайтесь, с ближними общайтесь, вот здесь комментарии оставляйте побольше, будет вам общение. Вот так, мои хорошие, здоровья вам всем, радости, и широта души говорит о величине человека. Когда говорят человек с широкой душой, то всегда обозначает это, что человек хороший, человек хороший, или с большим сердцем, то есть сердцем большим, тоже человек хороший. Вот пусть у вас будет и сердце большое, и душа широкая, и вы радостные и добрые. Здоровья всем, радости, аминь. 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 Продолжение следует...